Комбинат Макмал-Золота продолжает свою работу в штатном режиме. Производственная деятельность продолжается. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. С работой предприятия ознакомился полномочный представитель правительства в Джиалабадской области Нурбулот Мирзахмедов. Он отметил, что со стороны местных органов власти будет оказано всяческое содействие для того, чтобы инвесторы могли спокойно работать в стране. На часах еще нет 7 утра. И рабочее время еще не началось, а сотрудники уже на своих местах. Два года назад работа на некогда гремевшем на всю страну золотородном месторождении была приостановлена. А жители Казармана остались без градообразующего предприятия. Комбинат искал инвестора, готового вдохнуть вторую жизнь в предприятии. Объявленный конкурс выиграл ОСО «Мансонгрупп», одним из учредителей которого является гражданин Китая. Начало работ жители ждали долгие два года. И вот уже 4 месяца, как Махмала жил. Поэтому грохоту техники соскучились не только работники комбината, но и простые жители села. Отчисление комбината на 95% формирует бюджет Токстороузского района. И работа золотородного производства жизненно необходима всем этим людям. А Дженшпе Колымбеков – единственный специалист на комбинате по контрольно-измерительным приборам. И вынужденный двухгодичный перерыв показался ему целой вечностью. Своей очень тонкой работе, требующей высокой точности, он отдал больше 20 лет. С возрождением комбината у Дженшпека появилась новая надежда. У него пятеро детей, а двое из них – студенты. В 2018 году решил построить новый дом для своей большой семьи. Но закрытие месторождения перечеркнуло все планы. Сегодня у этой семьи все хорошо. И они с уверенностью смотрят в завтрашний день. В 2018 году, когда закрыли комбинат, каждый из нас занимался чем мог. Я животноводством, было тяжело. Но в этом году, как только возобновили работу комбината, нам стало легче жить. Своевременная зарплата и постоянная работа. Работа комбината находится под особым контролем у полномочного представителя правительства в Джалабадской области. Единственное градообразующее предприятие не должно останавливаться ни на минуту. И полпред узнает о возникающих вопросах из первых уст. Сейчас на комбинате трудятся около 500 человек. Но в ближайшем будущем, вместе с наращиванием производства, количество местных жителей, привлеченных к работе, существенно возрастет. Чтобы комбинат воспрял из небытия, ему нужна модернизация. Оказывается, вот уже 34 года тут не проводилась замена оборудования. Инвестор уже заказал все необходимое из России и Китая. Но пандемия внесла свои коррективы. Современное оборудование пока задерживается на границе. Не менее важный вопрос для местного населения – это внедрение социального пакета, в который входит несколько очень нужных для выживания людей проектов. Его реализацию казарманцы ждут с нетерпением. Комбинат дал надежду на будущее. «В планах у нас было к сентябрю завершить строительство убойного цеха. Однако из-за пандемии мы задержались. Кроме того, имеются бюрократические препоны. Это согласование проекта в государственных структурах. Мы сейчас ждем подтверждения от них. Земельный участок под строительство выделен». Полпред обещал оказать содействие в решении и этого вопроса. На очереди объявление тендера на изготовление 3000 ульев. Это обеспечит работой более 300 семей. Медовый проект – тоже один из пунктов соцпакета, который инвестор внедряет для казарманцев. По словам руководителей компании, самое главное – найти общий язык с населением. Но тут ситуацию усложняют недоброжелатели, следующие своим интересам. Они стали создавать препоны в становлении комбината.